Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Виктория Хелькон, директор компании Faberlic. И сегодня вам расскажу, как же оформить свой первый заказ в вашем личном онлайн кабинете на сайте компании Faberlic. И первое, что вам нужно сделать, это зайти на официальный сайт компании. В данном видео мы рассмотрим сайт для Республики Беларусь, но сайты идентичные для всех стран, в которых есть представительство Faberlic. Единственное, что будет меняться, для Беларуси Faberlic.by, для России Faberlic.ru, для Украины, например, Faberlic.ua, для Казахстана Faberlic.kz и так далее и тому подобное. Вся же остальная информация будет полностью идентичной. Итак, зашли мы с вами на официальный сайт. Дальше смотрим в правый верхний угол, где есть такой получеловечек. И написано вход и регистрация. Регистрация нам не нужна, поскольку вы уже зарегистрировались, и у вас есть свой номер и пароль, который пришел вам в смс на ваш мобильный телефон. Вот этот номер и пароль нужно вводить вот сюда. Нажимаем вход, выскакивает окошко, сводим сюда свой номер, номер покупателя. Это именно тот номер, который пришел в смс. Или еще можно ввести номер телефона, который вы вводили при регистрации. И вводим сюда пароль, такой же, который и пришел в смс. Дальше нажимаем кнопочку запомнить, для того, чтобы номер и пароль не вводить по 10 раз. Нажимаем войти. Сайт обновляется. Написано, что мы успешно вошли с вами в систему. И ожидайте, что сейчас страница обновится. Итак, зашли на нашу страницу, в наш личный кабинет. Можем этому удостовериться. Вот вверху справа будет написан ваш регистрационный номер. И ваша фамилия и инициалы. Для того, чтобы полностью войти в кабинет, нажмем на надпись Faberlic по центру экрана. Итак, далее вы можете все пролистать, просмотреть, что, где и как, все, что вам интересно. Сейчас мы рассмотрим, как же можно оформить заказ. Итак, есть три способа оформления заказа. И сначала я вам покажу самый-самый быстрый, как для меня. Это называется, он так и называется, быстрый заказ. Можно его, можно нажать на оформить заказ и выбрать быстрый заказ. А можно также нажать вот на эту сумочку. Раньше была корзина, сайт обновили, сейчас это какая-то вот сумочка. Ну, можем нажать на сумочку, допустим. Одинаково, то ли быстрый заказ, то ли это сумочка. Это одно и то же. Мы попадаем дальше на страничку, где нам нужно ввести реквизиты наши. Для Белоруссии на данный момент доступен только пункт выдачи, поскольку почтовой доставки еще нет. Она на стадии разработки. Я думаю, что вот уже в ближайшее-ближайшее время, возможно, даже ко дню рождения компании, и мы получим адресную доставку. И будут нам заказы приходить на почту. Для других же стран есть адресная доставка. Но, опять же, тоже нужно все уточнять у своего наставника. Поэтому, если есть адресная доставка, допустим, для России и Украины, то можем ее выбирать. Адресная доставка. Выбираем страну. В общем, все-все-все заполняем, куда нужно, чтобы пришла посылочка. И нажимаем продолжить. Поскольку в Беларуси нет, нажимаем пункт выдачи. Также вводим все реквизиты, обозначенные под звездочкой. Выбираем страну. В нашем случае Беларусь. Область. Витебская. Я выбираю свою область, куда я буду заказывать. Населенный пункт. Докшицы. И нажимаю просмотреть все возможные места. В нашем городе только один пункт выдачи, поэтому выбираю только его. В некоторых городах есть и по 10 пунктов, поэтому можете пролистать, посмотреть наиболее удобный для вас адрес. Нажимаем выбрать. Дальше листаем вниз и нажимаем продолжить. Мы можем сохранить этот адрес, можем не сохранять, можем всегда оформлять на эту точку, как вам удобно. Я сохраняю, поскольку я постоянно заказываю именно на этот адрес. Даже если вы нажмете сохранить и потом вы захотите на какой-нибудь другой пункт выдачи оформить заказ, не волнуйтесь, вы все это сможете исправить. То есть точно так же ввести просто новые данные, новый город, новый пункт выдачи. Итак, страничка обновилась. Зашли мы в нашу корзину, в наш черновичок, куда мы будем вводить с вами артикулы. У нас есть с вами каталог, наиболее удобный я открыла ВКонтакте скачанный, чтобы четче выделись картинки. И сразу же вам покажу, как оформлять именно акционные продукты. Допустим, у нас есть в каталоге сейчас каталог 11, распродажный, действуют шикарные, шикарные скидки, шикарные акции. И сейчас посмотрим на одну из таких акций. Допустим, два любых продукта с этой страницы со скидкой минус 50%. То есть, если покупаем два, то они будут идти по вот таким вот желтеньким ценам. Для начала мы вводим артикул каждого продукта. Допустим, нам нужен крем-гейт для душа, вводим 24,16. В эту строку под заказом товара вводим 24,16. Нажимаем. Обновляется страничка, окошко высвечивается. Ну, сколько? Ну, давайте нам один нужен гейт. Здесь можно варьировать. Далее, нам нужен еще... Кто нам еще нужен? Ну, давайте... Давайте нам маска нужна 24,14. Артикул 24,14. Опять же, обратите внимание, что когда действуют акции на какие-то продукты, то будет вот такое розовенькое окошко выскалкивать и предупреждать вас, что вот действует акция, можете ей воспользоваться. Нажимаем сюда одну масочку. Обратите внимание, все добавилось, но цены здесь не акционные, как вы видите. Но не стоит расстраиваться, все это верно, все это правильно. Акционные цены появятся на следующем шаге оформления нашего заказа. Дальше, допустим, нам еще нужно что-то заказать. Сейчас вам еще одну акцию пролистаю с наборчиками. Вот, наборчики. Допустим, нам нужен вот такой вот наборчик. Сейчас загрузится. Гель для душа и молочко для тела. Артикула для набора нету. Для того, чтобы такой набор заказать, нам необходимо ввести артикул каждого продукта по отдельности. Итак, гель для душа 23.62. 23.62. Нажимаем, выбираем. Опять обратите внимание, предупреждают нас акции. И артикул молочка 23.70. 23.70. Так, 70. Нажимаем добавить. Все добавилось. Но, опять же, мы видим, что никаких акционных цен, если сложить суммарно гель и молочко, не выходит. Но, опять же, мы не расстраиваемся, а просто нажимаем продолжить оформление заказа. Ждем, пока загрузится страничка. Обновилась страничка. Мы перешли на второй шаг в раздел промо акции. Что же здесь мы можем выбрать? Что же у нас вообще здесь есть? У нас здесь есть, посмотрите, акции каталога. Это очень важные акции. Сейчас покажу вам в каталоге. Буквально в самом начале каталога у нас есть очень-очень выгодные предложения. Называются они летние бонусы. Или могут еще называться бонус за покупку. В другом каталоге так могут называться. И что здесь написано? Что мы можем приобрести любой оттенок голодной помады из представленных всего за 4,29 рубля, если у нас будет заказ по каталогу на сумму от 8,09 рубля. Пролистаем вниз, посмотрим, какая у нас каталожная сумма вышла. У нас вышла сумма 13,01 рубля. То есть, одну любую помадку мы можем приобрести. Этот артикул помадки, который мы выберем, мы не будем его вводить в строку, где вводили артикулы, допустим, геля и молочка. Вот эти бонусы мы выбираем именно на этом шаге в акциях каталога. Вот эта помада 3D поцелуй за 4,29 рубля. Нажимаем выбрать товары. Откроется окошко с этими помадками. И здесь мы можем выбрать оттенок. Допустим, нам нужен оттенок Тон Поп Дива. Ставим единичку. Поскольку у нас только один, суммы хватает только на одну такую помадку. Пролистываем вниз и нажимаем выбрать. Если мы нажали выбрать, пролистаем вниз и увидим, что помадка нам не добавилась. А не добавилась она потому, что мы не нажали применить изменения. Поэтому, когда вы выбираете бонусы за покупку акции каталога в акциях каталога, или, допустим, дальше есть акции консультанта, там вы будете выбирать подарки, если будете проходить стартовую программу, акции распродаж, точно так же. Если вы что-то там выбираете, нужно пролистнуть чуть ниже и обязательно нажать применить изменения. После того, как мы нажали применить изменения, обновится страничка, пролистаем вниз к нашему списку заказов и увидим, что наша помадка успешно добавилась и она стала по акционной цене. Точно так же по акционной цене стал и набор витаминный наше молочко и гель для душа. Точно так же по акциям сработали и маска для яйца, и крем для душа. Обратите внимание, что вот эти акционные продукты, они будут всегда выделены голубеньким цветом. Не акционные, а просто будут идти дальше и просто будут идти на белом фоне. Итак, обращаем ваше внимание, что еще существует минимальная сумма заказов для того, чтобы считалась скидка 20%. И, в том числе, 26%, но не суть. Важно, что есть минимальная сумма заказов, и эта минимальная сумма для Беларуси равна 27 рублям каталожным. В других странах, уточняйте, пожалуйста, у своего наставника, для Беларуси это 27 рублей, для России знаю точно, что это 1000 рублей. Дальше, и от этой суммы, в общем, от 27 рублей будет действовать скидка, 27 рублей каталожных. Обращаю ваше на это внимание. У нас 70 рублей 30 копеек, и нам не хватает суммы. И нам сейчас есть предупреждение, прям пишут красными буквочками, внимание, применены цены каталога, недостаточная сумма заказов. Для применения дополнительной скидки, это скидка 20%, которая предоставляется всем зарегистрированным покупателям, нужно увеличить сумму заказа на 9 рублей 70 копеек. Что мы делаем? Мы можем, допустим, выбрать из бонусов за покупку, здесь, допустим, средства для ног эксперт фарма. Мы хотим заказать бальзам для стоп, гладкие пяточки, ставим единичку, нажимаем выбрать. Также мы хотим заказать еще водичку из серии Карибиана. Допустим, хотим вот такую цитроника заказать. Опять нажимаем выбрать, но вспоминаем, что они еще нам не добавились. Нам нужно обязательно пролистать вниз и нажать применить изменения. Применяем изменения. Страничка обновляется. Листаем вниз. Смотрим наш список и того по заказу. Водичка добавилась по акционной цене. И смотрите, что подействовала скидка. Все наши наборы тоже идут по акционным ценам. Суммы для скидки у нас хватает, аж целых 30 рублей 48 копеек каталожных. И от этой суммы отнялось 20%. И получилось, что у нас сумма со скидкой составила 22 рубля 93 копейки. Отлично, это вообще просто замечательно. Дальше. Также вы можете видеть, что к нам в заказ добавилось приложение, киты и каталоги. Каталоги, конечно же, советую брать всем и ни в коем случае от них не отказываться. Приложение тоже советую хотя бы один раз приобрести к каталогу, чтобы знать, что оно из себя представляет и что там можно увидеть и найти. Итак, каталог Фаберлик номер 11 уже нам не нужен, поскольку последняя неделя каталога и у меня уже все есть. Все каталоги есть, очень много было заказанных в самом начале, поэтому он мне не нужен. Я нажимаю минусик. Дальше. Приложение к каталогу тоже мне не нужно. Нажимаю минусик, поскольку я его уже себе заказала. И приложение к 11 каталогу тоже мне не нужно. Нажимаю минусик. Итак, нажали минусик. Пролистываем вниз. Опять же нажимаем применить изменения. Если мы что-то делаем выше над применить изменения, обязательно его нажимаем. Ни в коем случае не забываем. Страничка обновилась. Пролистаем вниз к заказу. К нашему. Смотрим, что каталоги поудалялись. И все прошло по акционным ценам. Все здорово и замечательно у нас получилось. Если же вы вспомнили, что вам еще что-то нужно дозаказать, нажимаем вернуться к выбору товаров. Возвращаемся на первый шаг оформления. Вбиваем нужные нам артикулы. Опять же строку под заказом товара. И опять же нажимаем продолжить оформление заказа. Продолжаем. Листаем вниз. Все у нас проходит по акциям. Все срабатывает. Нажимаем снова продолжить оформление заказа. Страничка обновляется. На данном этапе мне еще предлагают обменять свои баллы. У нас есть накопительная программа. Но ничего я пока обменивать не хочу. И про баллы это отдельная тема для разговора. Поэтому нажимаю продолжить оформление заказа. Выхожу на последнюю стадию утверждения заказа. Опять же пролистываю заказ. Смотрю позиции заказа. Все ли верно, все ли правильно, все ли я так выбрала. Пролистываю до самого конца. Смотрю сколько у меня счет по заказу. 21 рубль 58 копеек. Потому что мы же убрали с вами каталоги. Не нужны все листовочки. Дальше сбор за оформление заказа 43 копеечки. Сбор за оформление заказа для Беларуси составляет 2% от суммы заказа. И это получается очень-очень маленькая сумма. Все верно, все посмотрела. Нажимаю утвердить заказ. Жду, пока обновится страничка. Обновилась страничка. Выскочило окошко. Что мы здесь увидим? Окончательную сумму заказа с учетом сервисного сбора. 22 рубля 1 копеечка. Вес нашей посылочки. И дата доставки. Написано 10 числа. Но заказы мы забираем на день раньше. Поэтому обратите ваше внимание обязательно на это. Заказы забираем на день раньше. Значит, заказ забираем. Какого числа? 9. 9 августа придет мой заказик. Пойду на пункт выдачи. Во время его работы. Дальше выше чуть написано доставка до пункта выдачи. Подробнее. Посмотрим, когда он работает. Работает он, видите, по средам. А как раз 9 число это и есть среда, а не 10. С 9 до 12 я иду забирать свой заказ. Заказы выдаются оплаченные. Поэтому только оплаченные. Поэтому, когда мы утвердили заказ, идем, оплачиваем наш заказ удобным способом. Нажимаем опять на фаберлик посреди экрана, чтобы вернуться на главную страничку. Итак, сходили, оплатили наиболее удобным для вас способом. Зашли опять же в свой личный кабинет. В мои заказы. Вот здесь розовенькие. Видите, всякие значки. Мои заказы. Залезли в мои заказы. Пролистали чуть ниже. Вот наш последний заказ, который мы утверждали. Видите, сумма 22 рубля 1 копеечка. И черным оплатить. Нажимаем оплатить. Страничка обновляется. Пролистаем чуть ниже. И вот, состояние моего счета 26 рублей 50 копеек. Оплатить мне нужно 22. Значит, суммы хватает. Нажимаю на черненькую кнопочку оплатить. Ну, на данный момент я нажимать не буду, поскольку это был показательный для вас заказ. Снова вы сразу же нажимаете оплатить. Опять же, страничка обновляется. И вот здесь будет под утверждением стоять галочка, что ваш заказ оплачен. Таким образом, после всего этого, в назначенную дату и время, вы идете и забираете свой закатик. Я думаю, что с этим все понятно. Давайте по-быстренькому рассмотрим, какие же еще два способа оформления заказа есть. Опять нажимаем на надпись Faberlic, переходим на свою страничку главную в личном кабинете. Смотрите, у нас сверху есть, опять же, много-много надписей. Новинки, косметика, парфюмерия, одежда, здоровье и так далее и тому подобное. Можно заходить в каждый раздел, смотреть что-то, может быть, описание посмотреть. И если вам что-то понравилось, то добавлять его в картину. Например, нам нужна парфюмерия, ароматы. Нам заходится в этот раздел, мы листаем, что нам нужно. Мы посмотрели, что хотим купить водичку от Валентина Юдашкина Роуз. Нажимаем на нее. Пролистали вниз, почитали описание, она нам очень понравилась. И видите, возле картиночки есть добавить в заказ. Количество выбираем и нажимаем добавить в заказ. Таким образом водичка автоматически добавляется в вашу корзину. Вот смотрим в правом верхнем углу, где наша сумочка стоит единичка. Значит, вот эта водичка добавлена туда. Допустим, нам еще нужна косметика для глаз. Выбираем, допустим, по ВИПу вам еще, к сожалению, недоступно. Новинку, допустим, выберем. Выберем основу под тушь. Опять же, нам нужно, допустим, две штуки добавить в заказ. Добавляем. Смотрим, что в нашей корзине уже три продукта. И больше нам ничего не нужно. Далее, что мы делаем? Нажимаем на корзиночку. Нажимаем на нашу корзиночку. Сейчас обновится. Попадаем на первый шаг оформления, где мы сводили с вами артикулы. Больше нам ничего не надо. Нажимаем продолжить. На втором шаге в промо-акциях нам тоже ничего не нужно. Единственное, что мы не хотим, ни каталоги, ни приложения. Минусики ставим. Не забываем применить изменения нажать. Пролистываем вниз. Смотрим, что все верно, все так. Нажимаем продолжить оформление. Баллы не обмениваем. Пролистываем снова вниз. Смотрим сумму сбора за оформлением. И опять же нажимаем утвердить. Все, наш заказ утвержден. Опять же придет 10 числа. Значит, забираем мы 9. Оплачиваем. И благополучно нам этот заказ выдадут. Вот такой вот второй способ оформления заказа. И еще есть третий способ. Если у вас нету каталога, вы не знаете коды совершенно. Нажимаем оформить заказ. Флеш-каталог. Сейчас обновится страничка. И вы можете увидеть, что здесь есть действующий каталог. И следующий, уже 12-й каталог. Его тоже здесь можно пролистать. Заказать из него ничего нельзя. Если только вы не вип-консультант. А вот из 11-го каталога можно заказать. Нажимаем флеш-каталог, чтобы нам его просмотреть. Ждем, пока загрузится. Пару минуточек. Пару секундочек. Я бы даже сказала. Каталог наш загрузился. Мы его можем листать. Благополучно. Вот наш бонус за покупку, который мы выбирали. Единственное, что здесь, конечно, таким образом, бонус за покупку мы не можем выбрать по такой цене. Они просто нам добавятся в корзину и по такой цене не выйдут. Поэтому, когда мы переходим в корзину, там же на втором шаге в промо-акциях выбираем. Давайте, допустим, чтобы не листать все промо-акции, возьмем 45-ю, допустим, страничку. Сейчас она загрузится. Из этой странички нам нужен каял для глаз, оттенок 55-81. Листаем чуть ниже, опять же, заказ товаров. Вводим этот артикул 55. Сейчас загрузится, зависло что-то. 55-81. Карандаш тени для глаз. Выбираем. Не тот артикул, видимо, плохо видно, а не тот артикул я ввела. Давайте еще раз посмотрим. 55-81. 81-81. 81-81. Вот каял совершенство линий. Листаем вниз. Видим, что он по акционной цене сейчас, на хорошей скидке. Можно еще выбрать другой оттенок, если нам нужен. Но мы выбрали тот, который нам нужен. Количество. И нажимаем добавить заказ. Пролистали чуть ниже. Увидели, что он у нас добавился. Если это все, нажимаем продолжить оформление заказа. И переходим на второй шаг оформления в промо акции, где мы благополучно выбираем наши бонусы за покупку. Поскольку у нас суммы не хватило, каял очень дешевый, то здесь этих акций каталога и нет. Поэтому и ставим вниз. Опять же, если надо, отказываемся от приложений. Смотрим, все ли так верно. Продолжить оформление. И утверждаем наш заказ. После утверждения идем, оплачиваем. Не забываем на сайте подтвердить оплату. И благополучно забираем свои заказы на пункте выдачи в компании Фаберлик. На этом все, что я вам сегодня хотела рассказать. Большое спасибо, что были со мной до конца. Хороших вам и выгодных покупок. До новых встреч в следующих видео. Продолжение следует...